Всем позитивного времени суток, дорогие друзья. Вы на канале EvilFav. Сегодня я хотел бы показать вам три билда, которые, по моему мнению, эффективно способны фармить открытый мир и в то же время дать отпор гангерам или имеют возможность убежать. А в случае смерти вы не ощутите особого ущерба вашим финансам. Все билды стоят 20-30 тысяч, без учета транспортного средства. Можете добавить плюс 10 тысяч, если это лошадь. И топ-3 сугубо по моему мнению, вы же можете менять их как вам удобно. В первую очередь данное видео нацелено на новичков, но и опытным игрокам возможно будет интерес. Для теста и фарма новой обновы я использовал эти три билда. Выбирал по трём категории. Первый – цена. Второй – практичность. Третий – сложность игры. А бонусным критерием – игра и удобство на мобильных платформах. Я думаю вы догадались уже. Первый билд на проклятый посох, одноручный. В простонародье – курсат. Q. Тёмное проклятие. Я считаю, что лучше 100% попасть в противника и повесить дот, чем думать, что ангер будет предсказуемым и подставится под серп, да ещё и два раза. W. Именуемая Вшкой. Осквернение. Даст нам контроль в виде обездвиживания противника на 3 с небольшим секунды, а также навесит тёмное проклятие на противника или группу противников. И даст нам возможность скастовать нашу ульту. Ешка. Даем, когда на противнике будет минимум 2 заряда тёмного проклятия и добавляем ещё 2 нашей кьюшкой. Пассивка – энергичность. Чтобы горя с манной не знать. Голова – капюшон охотника с ответным ударом. Повысит наше сопротивление и вернёт противнику часть урона обратно в виде магического дамага. Ноги – сапоги солдата. С переменой. Поможет убежать или догнать. Пассивка – устойчивость. Тело. Раньше был наёмник, но поскольку теперь Аджорни работает с дот-урон, а с руки бить замучаемся, то взял клирика. Скилл – бессмертная душа. Пассивка – агрессия. Даст нам подсейв, а ещё если подгадать, то усилим урон нашей ульты на 30%. Внимание, друзья. Внимательно читайте описание. Как только мы использовали способность куртки, нас должны ударить, чтобы получить неуязвимость на 3 секунды, а также бонус к урону в 30%. Плащ – обычный. Если позволяют финансы, то Зетфорд для урона или Мартлока для живучести. Еда – сом или суп 5-го тира. Зелье – защиты или яда. Второй вариант – лук. Или как его ещё называют – бурстовый лук. На кьюшке берём мультивыстрел для отталкивания врага или сбивания кастов у мобов и противников. Вышка. Взрывная стрела. Пассивка – пронзающие стрелы. Как только будет доступно. Тело. Куртка наёмника с аджором и пассивкой гармония разума. Ноги. Сапоги солдата с переменой и пассивкой устойчивость. Голова. Тут у нас большой выбор. Шапка охотника с обраткой и пассивкой гармония разума. Шлем хранителя со спасительным щитом. Поможет снять с себя негативные эффекты с периодическим уроном. А также даст щит в зависимости от нашего количества хп. Пассивка на устойчивость. А также можно повысить свой дамаг благодаря колпаку чародея, способность яд и пассивка на агрессию. Еда сом либо суб пятого тира для увеличения восстановления хп и скоростной чистки мобов. Либо жаркое для увеличения дамага. Зелье защиты для подсейва себя. Яда, чтобы быстрее забирать жирных мобов. Сумка плащ. Со временем обычный плащ можно поменять на зетфорд, увеличить стоимость билда, но и чистка мобов ускорит. Третий билд на копье цаплей. Отличный дамаг с руки, дамажные скиллы и контроль с ульты. Кью. Стремительный выпад. Позволит нам удобно чистить паки мобов. А также стакать заряды копья духов, которые будут увеличивать наш физдамаг. Вэшка. Лес копий. Еще один хороший АОЕ скин, который поможет забрать группу мобов. Или разрядиться застаненного противника нашей ультой. Также под него хорошо давать куртку наемника для быстрого восстановления хп. Пассивка на ваше усмотрение. Тело. Наемник с аджором и пассивкой гармония разума. Голова. Капюшон охотника с обраткой или чародея с ядом. Ноги. Сапоги солдата с переменой и устойчивостью. Или же ботинки охотника с броском. Что поможет усилить контроль от нашей ульты. Пассивка гармония разума. Сапоги используем перед ультой. На теоретической практике все играется примерно таким образом. За курсу так же легко и просто играть. Мы используем осквернение, чтобы привязать противников к месту. И спокойно потом раздамаживаем их. Навешиваем кьюшки. Можно убить самого слабого. А потом взяться за самого нажористого такого противника. Контролем осквернением. Стакаем кьюшки. Даем нашу ульту. Перед срабатыванием нашей ульты отдаем бессмертную душу. Тем самым увеличив урон от нашей ульты на 30%. И... Используем шапку по необходимости. Все. Забираем лут. И уезжаем, освоясь. Принцип игры на бурство муки так же не отличается особой сложности ума. Агрим мобов. Используем башку для урона по площади. Нашу ульту. Отталкиваем или сбиваем касты нашим противникам. По необходимости используем аджор с куртки. И если я сильно толстый и жирный моб, то используем нашу шапку с ядом. Собираем лут. Мы проедаем нашу еду. Используем кьюшку. Второй раз кьюшку. Уходим от ударов. Используем наши сапоги. Чтобы усилить контроль. Даем ульту в мобов. И разряжаем нашу вешку. Если необходимо, под нашу вешку отдаем куртку наемника со скиллом аджор. Ну, жажда крови, которая поможет нам отожраться на противников. Шапка же поможет увеличить сопротивление. И вернуть часть нанесенного нам уруна обратно в противника. С такими билдами я хотел вас познакомить. Которыми пользуюсь сам. На следующей неделе будет стрим. Уведомлю дате и времени вас заранее. На котором мы с вами посмотрим и покачаем перчатки. А также подберем шмотки к ним. Оценивайте данное видео своими лайками. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокольчик. Чтобы не пропустить ничего интересного и нового. И конечно же пишите в комментариях свое мнение. Предложение. Или просто пообщаемся. Всем нам приятной игры. И только позитива в процессе. До новых встреч, друзья.